Владелец премиального немецкого внедорожника, попавший в минувший понедельник в дорожную аварию на Пермском тракте и руководство подрядной организации, в машину которой влетел Порше Макан, затеяли заученную дискуссию о том, кто виноват случившимся. На страницах Екатеринбургского городского портала Е1 35-летний пуршевод Сергей обвинил дорожников в том, что он не мог избежать столкновения, так как место проведения работ не было должным образом заранее обозначено. В подтверждение своих слов он предъявил запись видеорегистратора автомобиля, двигавшегося в тот же день через одну машину от него. Наши коллеги с Е1, похоже, намеренно снизили качество этой видеозаписи, но и на ней можно разглядеть, что авария случилась на участке федеральной трассы по направлению к Екатеринбургу. По словам Сергея, он ехал в левом ряду со скоростью не превышающей 110 км в час, как и весь поток. Неожиданно машина перед ним ушла вправо, так как на их полосе оказалось препятствие в виде бригады дорожных служб. Сам Сергей также попытался уйти вправо, сбрасывая скорость, но поскольку в правой полосе были другие машины, избежать столкновения с прицепом и буксирующей его газелью не смог. В аварии легкие ранения получил как сам водитель Порши, так и его супруга, но после осмотра медиками от госпитализации они отказались. Сергей уверен, что этой аварии можно было бы избежать, если бы место ремонтных работ было заранее обозначено и огорожено. А так, по его словам, конусы появились только после ДТП, а предупреждающие знаки на дорогу и вовсе не выставлялись, а были сгружены в прицеп газели. По словам Сергея, он за рулем уже 17 лет и только единожды попадал в ДТП, и то не по своей вине. В своем ответе представитель компании МФ Инжиниринг, подрядчик Урал-Управтодора по обслуживанию этой дороги, заявил, что на трассе в тот день проводились мобильные работы по очистке разделительного забора, и никаких стационарных знаков они выставлять не были должны. Забор чистился на 10-километровом участке силами бригады рабочих и автоцистерны, установленной в кузов КАМАЗа. Газель же выполняла роль прикрытия работающих людей и сама являлась предупреждающим знаком. Машина была окрашена в ярко-оранжевый цвет, и на ней работали приблизковые маячки и светодиодный дорожный знак, указывающий направление объезда. Кроме того, в прицепе также были установлены знаки дорожных работ. По словам рабочих, Газель двигалась на расстоянии около 40 метров от ведущего КАМАЗа, и все светосигнальные технические средства на ней работали. Впрочем, на записи регистратора разглядеть эту светодиодную стрелку действительно непросто. Она больше напоминает черный квадрат.